Уважаемый пациент, вы посетили Карачаевскую центральную стоматологическую поликлинику с целью санации полости рта. Позвольте выразить вам благодарность за доверие, оказанное нашей клинике. Надеемся, что визит к нам оставит у вас приятные впечатления, а наша помощь и услуги будут достойного качества и не обманут ваши ожидания. Такими словами, встречают пациентов стоматологической поликлиники в городе Карачаевск. Ежедневно это медицинское учреждение обслуживает десятки пациентов города и района, нуждающихся в помощи стоматологов-хирургов, терапевтов, ортодонтов, а также детских специалистов. Карачаевская стоматологическая поликлиника – не единственное учреждение, оказывающее профильную медицинскую помощь. В Карачаевском районе врачи и средний медперсонал 18 специализированных кабинетов ведут прием больных. Сегодня поликлинику возглавляет заслуженный врач Карачаева Черкесии, врач высшей категории Сапар Качиев. В Карачаевск выпускник Ставропольского медицинского института приехал после окончания вуза в 1980 году. Работал в области хирургии и ортопедии. Учился и приобретал опыт не только профессиональный, но и опыт общения с коллегами и с пациентами. Врач такая специальная, что он всю жизнь учится. Я уже не говорю, что учится академически, литература, все такое. Сейчас очень много интернет, мастер-класс. Вообще жизнь заставляет быть наблюдательным. Доктор – такая наука. Жизнь – это образ жизни. Для многих россиян лихие 90-е оказались и испытанием на преданность профессии. Не все специалисты, в том числе и в сфере медицины, смогли удержаться в лодке, которая, казалось, вот-вот пойдет ко дну. Была разруха там, неопределенность. Очень многие вообще уходили на хлебовольные. Очень трудно было сохранить коллектив. Ну, потихоньку возрождались, уговаривал возвращаться. Возвращались там. Потихоньку, потихоньку постановились. Подтянул своих старых друзей. Ремонт сделали, кабинет открыли. Коллектив у нас прекрасный. И все не дадут мне покривить душой. Все знают, что наш главный врач очень строг и справедлив в то же время. Поэтому мы в тонусе, но в то же время мы знаем, что лучше его отеческой заботы вряд ли кто-то может проявить внимание к нам. В коллективе стоматологической поликлиники легко прослеживается преемственность поколений. Молодой хирург Борис Татаркулов – один из представителей династии медработников. В профессии уже пять лет. И со свойственным своему возрасту максимализмом рвется вперед. Работать, учиться, приносить пользу своим пациентам. Ну, а как вам, было больно? Нет, спасибо большое. Думала, будет очень больно. Спасибо. Больше боялась. Все проходит безболезненно. Конечно, они сначала приходят бояться, ой, мне будет больно. Вот мне раньше было больно. А потом уходят все довольные. Говорят, что не ожидали, что так все пройдет. Имя хирурга Магомеда Лайпанова известно многим жителям Крачаевского района. По стопам отца в медицину пошла его дочь – Зухра. Хотите успокоить зубную боль, вылечить зуб или просто сделать голливудской свою улыбку? Тогда вам к этому доктору. Денис, сейчас закончим пять секунд. Пять секунд, и ты пойдешь домой просто с голливудской улыбочкой. Я очень старалась. Если какие-то будут пожелания, через день-два подойдет, хорошо? Денис лечится у меня уже десятый год. Это мой такой родной пациент, которому мы делаем уже 16 лет, ему сейчас 26 лет. И я его никому не отдаю. Только я должна его лечить. Восемнадцать лет доктор Лайпанова не только приносит облегчение своим пациентам, лечит зубы, ставит качественные пломбы, но и делает безупречной их улыбку. Поменялось буквально все, конечно же. Что мы делали в институте во время практики и сейчас, поменялось все буквально. И оборудование, и материалы. Очень большое разнообразие всего хорошего, за которым мы даже не можем успеть. Так все быстро развивается. Но стараемся, стараемся. Ездим на повышение своей квалификации, учимся постоянно. Не знаю, как у нас это получается, но очень стараемся. Стоматология давно не ограничивается лечением зубов. Сегодня в ней встречается все больше специализированных услуг, удовлетворяющих разным запросам пациентов. Выпускник Бакинского медицинского университета Осман Картмазов, стоматолог-ортопед, специализируется на восстановлении и протезировании зубов. Он же занимается снятием слепков для последующего изготовления зубным техникам всех необходимых конструкций. Детская стоматология – это отдельное направление во всей стоматологии. Маленькие пациенты требуют к себе особенного внимания и подхода. Все процессы в молодом организме протекают совершенно по-иному, чем у взрослого человека. И это стоит брать во внимание, в том числе и при лечении зубов. Для лечения детей есть особая методика, по которой работают врачи-стоматологи. Используются специализированные материалы, лекарства и инструменты, которые подходят для лечения малышей. Но главную роль играет психологический аспект в общении врача-стоматолога с маленьким пациентом. Хороший врач-стоматолог всегда найдет нужный подход к ребенку, чтобы посещение стоматологического кабинета не было травмой. Отрадно то, что молодое поколение немножечко изменило акценты в отношении к своему здоровью. Это касается и лечения, даст Бог, и профилактики именно зубов. И потихонечку это отношение прививается к детям, что очень радует. Потому что есть очень многие молодые родители, которые уже ни со слезами, ни с боем, ни в экстренных случаях приводят, буквально затаскивают орущих малышей в поликлинику. А приводят их тогда, когда могут просто ознакомить их с тем, что такое посещение стоматолога, что такое лечение зубиков, к чему что-то может привести. И в принципе, если есть в этом необходимость, ничего страшного в этом нет. Это самое главное. Надо, чтобы хотя бы детишки знали, что здесь стараются им помочь. Это не место, где только больно делают и заставляют плакать. Современное здравоохранение шагнуло далеко вперед. Но сегодня многие представительницы прекрасного пола в первую очередь готовы потратить свои накопления в косметологических кабинетах, прибегая к услугам порой сомнительных специалистов, нежели обратиться к врачам-стоматологам и привести в порядок свое здоровье. Хотелось бы акценты поменять в наших молодых девушек в том, что те доступные на теперешний момент, ну не только молодых девушек, всех красавиц нашего времени, чтобы они обращали внимание не на то, что можно теперь с помощью косметических средств улучшить свой внешний вид или прекрасно соответствовать современному облику, используя какие-то новые методики в косметологии. Это очень радует, это приятно и, в общем-то, новое вение для наших горянок, так скажем, условно. Но не хочется, чтобы это было главенствующим в череде ухода за собой. В первую очередь, самое главное, это отношение к здоровью, в первую очередь, еще раз повторяю. Поэтому, девушки, миленькие женщины, приведите в порядок свой организм в плане здоровья. Это важнее, чем косметические средства. И внутреннее здоровье, оно всегда отразится сияющей кожей, прекрасными зубками, и всем обликом, который будет прекрасен для вас, даже если вы не потратите больших средств и усилий для того, чтобы выглядеть. Обращайте внимание на здоровье. Это важно. Врач Аза Султановна Узденова – специалист с более чем 30-летним стажем работы в стоматологической службе. Через ее заботливые руки проходили не просто сотни пациентов, а целые поколения семей – от дедушек и бабушек до их правнуков. Доктор Узденова за институт семейного врача. В ее кабинете получают квалифицированную помощь и молодые девушки, которые стоят на пороге начала семейной жизни. За них Аза Султановна переживает по-матерински. Появление ребенка на свет долгожданное, ожидаемое, оно зачастую сопровождалось потерей одного-двух зубов. Это как закон. А как ты хотела? Это сейчас, это в общем-то не правило. Поэтому, пожалуйста, в первую очередь, самое первое, когда вы собираетесь выходить замуж, оздоровитесь, пожалуйста, приведите рот в порядок. И тогда и беременность, и роды, они будут с наименьшими потерями для вас проходить. Ухаживайте за собой во всех смыслах. И наши на теперешний момент, теперешние средства ухода, они, конечно, отличаются от того, что имелось место в лечении у ваших мам. На сегодняшний момент наличие совершенно разной группы анестетиков позволяет производить совершенно безболезненные манипуляции и женщинам, находящимся в состоянии беременности. То есть те анестетики, которые мы теперь можем применить, они совершенно безвредны. И опасения беспочвенные девушек, что нельзя вылечить зубики во время беременности. Но желательно было бы, чтобы вы были готовы к этому до состояния вынашивания плода. Имейте в виду, что здоровые зубы, очень правильное ведение беременности в плане оздоровления зубов, они очень влияют на состояние плода. Она очень влияет на формирование зубочелюстной системы будущего ребенка. Поэтому имейте в виду для себя, что залог здорового ребенка – это и ваша непосредственная тяга к здоровому образу жизни, к здоровью своего организма. И если вы будете соблюдать эти нормы для себя, то вы будете уверены в том, что вы обеспечиваете и здоровье своего малыша. Немногие люди догадываются о том, что профилактика болезней зубов важна не только для их красоты. Безусловно, красивая и ухоженная внешность невозможна без красивых и ухоженных зубов. А гнилые зубы способны напрочь испортить впечатление о человеке. Что входит в понятие профилактики болезней зубов? Во-первых, должный уход за ними. Во-вторых, своевременное посещение стоматолога. К сожалению, то, что мы сейчас наблюдаем, как бы статистика, соотношение, по которой мы работаем, это леченные, удаленные зубы, она оставляет желать лучше. Но надо к этому стремиться. И одни мы в своем стремлении улучшить эти показатели. Ничего не сделаем, если население, люди, которые к нам обращаются, не будут вовремя приходить, не будут вовремя лечить, не будут заниматься профилактикой. Без профилактики, без правильного подхода. Наши возможности уже в отношении лечения зубов, в отношении восстановления дефектов зубов, они, конечно, имеют место, но все равно в основе всего это профилактика. Ежедневные гигиенические процедуры, составляющие основу ухода за зубами, являются неотъемлемым атрибутом культурного человека. Ребенка необходимо приучать к тому, что зубы надо чистить два раза в день, а зубную щетку менять четыре раза в год. Тут есть нюансы, о которых не все осадомлены. Эффективная двухразовая чистка для профилактики болезней зубов предполагает чистку вечером, перед сном и утром, после завтрака, а не до него. Смена зубной щетки также важна. В противном случае из предмета гигиены она может стать рассадником инфекции. Очень часто спрашивают, а какой пастой? Вот я вас уверяю, важнее, в общем-то, методика чистки, то есть тщательное, неравнодушное очищение всех зубных поверхностей. Нет приоритета в отношении того, что, допустим, наличие электрических щеток, что они панацеи от того, чтобы зубки были чисты, тоже неправильно. Все индивидуально. Надо советоваться со своим стоматологом, что для ваших зубиков удобнее, лучше. Но, тем не менее, никто не отменял ежедневную чистку, никто не отменял профилактическое посещение стоматолога раз в полгода. Это как априори. Надо это делать. И если вы вовремя придете к стоматологу, он вовремя заметит ваши проблемы, которые вы можете не увидеть. Профилактическое посещение стоматолога необходимо осуществлять один раз в полгода при полном отсутствии каких-либо жалоб. При появлении первых же признаков патологии – боли, выпадении пломбы – к стоматологу необходимо обращаться незамедлительно. Такая профилактика болезни зубов позволит обнаружить и своевременно устранить заболевание на ранней стадии, когда вред еще незначителен. Кроме того, подобный режим посещения стоматолога намного выгоднее с экономической точки зрения, учитывая разницу в цене за небольшую пломбу или широкомасштабное протезирование. Профилактическая профессиональная чистка зубов. Эта процедура не очень распространена. Она не предполагает патологических изменений в полости зуба. Это просто очень тщательная гигиена, которую тоже можно проводить один раз в год или в полгода. Она не предполагает агрессивных каких-то воздействий, но она предусматривает очень тщательное очищение всех поверхностей зуба и заодно оздоровление слизистой оболочки вокруг зуба. О своей профессии, о ее новых веяниях Аза Узденова может говорить бесконечно. Переживает доктор лишь о том, что совсем не успевает, а ей очень хочется идти в ногу с мировыми методами лечения. Врач по призванию, потомственный медик Аза Султановна очень любит свой родной коллектив и бесконечно благодарна судьбе за то, что в ее жизни сложилось все именно так. Как бы у меня получился взгляд изнутри на эту специальность. И она буквально вошла в мое сердце. Я впоследствии даже не представляла для себя другого выбора профессии. И очень целенаправленно поступала на стоматологический факультет в Ставропольском мединституте. Хотя на тот момент более престижным считался лечебный факультет. Это было всегда. Но для меня выбора не было. И по сей день я просто рада, что я в этой профессии, потому что я ее очень люблю. Мне это всегда нравится. Мне нравится непосредственно общение с пациентами. Мне нравится, если Бог дает мне такую возможность помогать им, облегчать боль или делать более эстетичным внешний вид. Меня это радует. Мне это приносит радость. И я счастлива в этом смысле. Если человек в своей жизни минует очень многих специалистов в здравоохранении, скорее всего, стоматолога он не минует. Но это реальность нашего дня. И если человек приходит со своей проблемой к нам, очень хочется ему помочь так, чтобы он это сам ощутил. А еще раз говорю, восторг в том, что ты сам видишь. Преимущество маленьких городов заключается в том, что здесь невозможно быть тем, кем ты не являешься на самом деле. Если ты хороший врач, ты всегда будешь востребован. Потому что о твоем мастерстве обязательно расскажет сосед по дому или одноклассник, или, да не важно, кто расскажет. Главное, кто ты есть на самом деле. Мы все друг друга знаем. Мы знаем друг друга из поколения в поколение. Мы или росли вместе, или мы учились вместе, или мы знаем друг друга с соседней улицы. Как бы ни было, это накладывает свой отпечаток на вот эти взаимоотношения. Не только вот внутри коллектива, а вообще в отношениях даже вот с пациентами, которые тоже к нам приходят, я надеюсь, как к ближайшим соседям своим. Очень благодарна вот судьбе за то, что я работаю вот все эти многие-многие годы, могу уже это сказать, с людьми, которые просто вот дополняли, обогащали вот всю мою жизнь. Если болит голова, то можно выпить анальгин или цитрамон. Если заболел живот, часто спасает клизма, слабительная или умеренный прием пищи. Но нет ничего хуже зубной боли. Три дня мы мучаемся и надеемся, на авось пройдет. Потом еще два дня собираемся с духом, отпрашиваемся у начальства, выбираем самого лучшего в мире врача. Наши коленки подгибаются при виде медицинского инструмента и бормашины. Но часто проблема решается за 20 минут, а стоматолог в нашем сознании становится круче апостола. Мое самое большое пожелание моим коллегам чтобы они имели возможность расти в своей профессии с соответственно веянием времени, чтобы у них были на это возможности, кроме желания. Я хотел бы поздравить всех своих коллег, которые вообще работают в здравоохранении вообще, и в стоматологии в частности. Я скажу, что стоматологи вообще сами под себе ответственные такие люди. Всем им пожелать здоровья, удачи, счастья, профессионального счастья еще, материального такого благополучия, чтобы зарплата соответствовала их потребностям. Вот в таком плане, чтобы были все здоровы, всех-всех-всех. Субтитры создавал DimaTorzok